МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Елена. Здравствуйте. Насколько я знаю, вы путешествуете уже более 10 лет. Расскажите, как зародилась эта страсть и какой город стал первым? Нет, если на самом деле, то я путешествую всю жизнь. Просто стала такой прям настоящей страстью примерно 10 лет. Началось все с Парижа, как ни странно. То есть именно Париж какой-то культурный переворот произвел. И захотелось увидеть и все остальное. Стало понятно, что мир маленький, открытый. Можно увидеть все, что захочешь. А как происходил выбор города? Почему именно Париж? Ну, на самом деле, первая поездка была просто подарок. Она мне сделала подарок муж. И я без выбора туда поехала. Была счастлива, что его увидела. И это изменило мою жизнь. В связи с чем было принято решение заняться блоггингом? Решение приходило постепенно. Потому что после каждой поездки, вот представьте, приезжаешь. Один знакомый говорит, расскажи. Второй расскажи. И когда я поняла, что я как магнитофон рассказываю одно и то же многим-многим людям, то я решила, что нужно начать где-то это выкладывать. И тогда была площадка, она сейчас есть, туристы, на которой туристы выкладывают свои рассказы. Я два года писала на ней. Как-то постепенно у меня там сложилась небольшая аудитория. Все мои знакомые прекрасно доходили и мои рассказы читали. А когда появился Дзен, ну не то, что появился, а когда он вошел в мою жизнь, у меня появилось вдруг много свободного времени в какой-то момент со сменой работы. И я пришла на эту площадку. Оказалось, очень удобно. И, собственно, вот уже третий год там. А почему все-таки Дзен? Почему не Инстаграм, не Ютуб или непопулярный сейчас ТикТок? Ведь Дзен трудно назвать трендсеттером. Ну, ТикТока тогда в моей жизни вообще не было. Я даже не знала, что он есть и был ли он, не помню. Я пишущий автор. Все-таки я больше пишу. Мне меньше дается видеоформат, хотя я сейчас пытаюсь там какое-то видео снимать. Но это не мое, и поэтому я предпочитаю писать. А Дзен – это больше всего все-таки площадка для пишущих авторов. Вы говорили то, что вы сейчас осваиваете видеоформат. Расскажите, каким оборудованием вы пользуетесь, в каких графических редакторах работаете, может быть? Я такой очень примитивный пользователь, поэтому пользуюсь телефоном и редактирую все тоже в телефоне. То есть у меня есть там программа стандартная, никаких специальных программ пока не освоила. Так же, как фоторедакторов, к сожалению, к стыду к своему. Но вот у меня все вживую, вот такое. А на телефоне насколько сложно монтировать видео? Ну, несложно, не хватает, может быть, каких-то функций, не хватает титров. Но я думаю, что многих вещей не хватает, поэтому у меня очень простенькие получаются видео. Я часто стараюсь вообще снимать одним кадром. Но иногда просто собираю несколько кадров в одно, и все. Недостаточно и музыки недостаточно. То есть ресурсов недостаточно, надо переходить, вы правы переходить на какую-то программу. Но пока вот все не соберусь. Насколько сложно было раскручивать канал? Как происходила вся эта эпопея с пиаром, может быть, взаимопиаром с какими-то блогерами? Как вы находили читателей? Вот чем прекрасен цен Яндекс, что это рекомендательная система, и там вообще не нужно ничего делать. То есть ты приходишь, выкладываешь контент, и все остальное за тебя делает площадка. Я ничего никуда не выкладывала. Иногда самые интересные какие-то свои, на мой взгляд, рассказы я выкладывала на собственные страницы в социальных сетях. Но у меня нет такой поддержки в социальных сетях, то есть специальных каналов у меня нет. Сейчас появился YouTube, но это скорее кладбище моих роликов, а не что-то такое для продвижения. Поэтому продвигал, собственно, сам дзен. Этим вот он хорош, что ты приходишь, не нужно никаких навыков промоушена, приходишь и просто работаешь. Получается, и финансовые вложения для пиара на дзене тоже не требуются? Ты можешь заплатить, есть такие возможности, можно оплатить, там, таргетированную рекламу, все это есть. Но, в принципе, вот я ни копейки не вложила, мой вклад в мой дзен – это мои путешествия, то есть это мой ресурс. И расскажите, какое количество подписчиков у вас на данный момент? Ну, сейчас я почти приближаюсь к 50 тысячам, жду этого каждый день. Так что уже такой, по моему взгляду, приличный объем. Но кроме подписчиков в дзене важна аудитория. То есть подписчики – это не самый важный показатель, важно, сколько человек тебя смотрят каждый день. И вот сейчас летом, наверное, все на дачу уехали, у меня поменьше, но примерно в месяц у меня там сейчас 600-700 тысяч за год. Около 8 миллионов человек меня прочитали. То есть такой город. Сейчас в силу ковидных ограничений вы вынуждены оставаться и путешествовать внутри страны. Расскажите о тех местах, которые оставили наибольшее впечатление. Наибольшее? Ну, в прошлом году у меня был… Вот ковид меня подстегнул, и я как раз стала больше путешествовать по России. И контраст меня, скорее, впечатлил между Калининградом и Владивостоком. То есть я в один месяц побывала в этих двух городах. И насколько удивительно разное море, насколько разная атмосфера городов, хотя казалось бы, два портовых города, но очень большое отличие. И вот этот контраст меня впечатлил. Ну и вообще удивляют контрасты. Да, вот я бывала в Перми вот недавно и в Нижнем Новгороде. Но разные почему-то они очень разные города. Вот эти контрасты впечатляют. В ближайшее время вы планируете куда-то поехать? Да, Карелия. У меня ближайшие планы – Карелия. На сколько времени? На две недели там уже сложился маршрут, поэтому хочу посмотреть этот регион. Расскажите, много путешествия, путешествуя по России. Насколько я знаю, вы побывали более чем в 150 городах на данный момент. Не сталкивались ли вы с ощущением русской тоски, приезжая в провинцию? Ну, есть, конечно, да. То есть есть города, которые просто удручают. И есть такие места, где действительно очень грустно, потому что люди не живут, а как бы доживают. Такое чувство, что есть доживание. И есть, конечно, отток молодежи в больших городах, в больших городах движение, энергия. А в маленьких городах и в селах особенно как-то есть ощущение того, что жизнь замедленная. Ну, замедленная не в хорошем смысле, а именно в каком-то таком болотистом смысле, к сожалению. Бывает. Поэтому надо тщательно выбирать города для путешествий. А что бы вы тогда посоветовали? Вы назвали сейчас пул городов, которые вам понравились. А давайте еще тогда попробуем сформулировать хотя бы 3-5 городов обязательные для посещения в России. Ну, кроме столиц, безусловно, что нужно побывать в столицах. Обязательно нужно побывать в Екатеринбурге. Из сибирских городов, ну, мне кажется, что самый красивый – это Томск. Я его люблю. Но все-таки побывать рекомендую или в Красноярске, или в Иркутске. Это вот такие очень сибирские города. Это Владивосток, это Калининград для разнообразия. И, как ни удивительно, например, Тобольск – город, который тоже каждый человек, особенно сибиряк, должен посетить, потому что Сибирь началась там. И мы себе мало представляем, как выглядит исконная такая Сибирь. Ну, на самом деле, я могу говорить бесконечно, потому что я влюблена в каждый город. Вот побывала в Нижнем, несмотря на то, что в нем там сейчас не очень уютно, но и Нижний Новгород прекрасен. Да, поэтому… Наверняка многие и ваши читатели, и наши зрители уверены в том, что путешествие – это очень дорого. Расскажите, может быть, о каких-то хитростях, которыми вы пользуетесь, чтобы немного сэкономить, снизить траты. Ну, на самом деле, по России путешествовать не всегда дорого, потому что можно найти какие-то варианты поездок более бюджетные. Так можно пользоваться сайтами попутчиков, если нет какой-то привязки к транспорту. И можно сэкономить, проживая в недорогих совсем отелях. Сейчас у нас развивается активно служба сдачи в аренду жилья, и поэтому можно приехать в город. Вот. И в этом прелесть, потому что ты живёшь, например, в семье, и некоторые семьи стали для меня друзьями, там, в Калининграде девушка теперь, мы с ней дружим. Вы имеете в виду, кого-то сэрсенка. Да, да. То есть, ну, я даже скорее всё-таки имею в виду не обмен, да, а просто сдачу в аренду, да, люди сдают часть своей квартиры. И ты живёшь в семье, тем самым имеешь возможность сэкономить, потому что это часто дешевле. А во-вторых, местные тебе подскажут, где поесть подешевле, как, куда добраться подешевле. Иногда даже подбросят. То есть, вот какие-то вот эти вещи, ну, скорее нужно к людям обращаться. Вот мне кажется, что это самый такой простой способ сэкономить. Но единственное, где не удаётся сэкономить, это самолёт. Да, к сожалению, мы живём в центре Сибири, и нам куда не поехать, самолёт, это дорого. Поэтому здесь нужно искать какие-то скидки, искать, подписываться на все сайты авиакомпании и ждать распродаж. А в связи с этим не возникало ли у вас смысла перебраться, допустим, в Москву? Ведь это такой основной хаб, из которого путешествовать можно не только по России, но и по всему миру, и путешествовать значительно дешевле, чем из Сибири. Нет, я не хочу жить в Москве, точно. Потому что всё-таки для меня вот этот большой город, он слишком много энергии не только даёт, но и забирает. Поэтому я в Москве две недели нахожусь, потом мне надо куда-то поменьше. Поэтому я даже, когда нахожусь в Москве, всегда выезжаю в небольшие городки. Там Буроскот, например, недавно посетила. Свообразный информационный детокс получается у вас. Да, да, да. То есть я хочу всё-таки, чтобы были передышки. Ну и здесь у меня семья, дом, близкие, это моя родина. Нет, вот когда была помоложе, и когда ещё меньше был опыт путешествий, хотелось переехать. Я почти в каждом городе хотела остаться. А сейчас ловлюсь себе на том, что я не хочу нигде остаться, потому что я знаю, что я могу приехать в эти места ещё раз. Я ознакомился с вашим каналом и заметил такую тенденцию, что наибольшее количество комментариев, я так полагаю, просмотров, собирают те посты, где вы кого-то ругаете, допустим, где у вас какая-то возникла небольшая конфликтная ситуация, и вы о ней рассказываете. Вы обращали на это внимание сами? Ну, на Дзене немножко токсичная аудитория. Это есть, это скрывать не приходится. Ну, я никогда нарушно никого не ругаю. У меня очень много позитивных статей, но действительно они меньше собирают внимания аудитории. Ну, наверное, людям хочется увидеть, что не только у них не всё хорошо, но и где-то ещё тоже есть плохо. Или наоборот, вступают в защиту своих мест. Вот очень часто бывает, что когда пишешь, например, про Рубцовск, к сожалению, я несколько раз пыталась написать про Рубцовск хорошо, никак у меня не получается, я ездила туда несколько раз, и каждый раз я всё равно пишу плохо, и мне снова находятся люди, которые говорят, ну, вы не правы. Ну, это хорошо, это значит, что люди есть, которые любят свои города и готовы их защищать. Илья Варламов часто страдает от подобного, приезжая в очередной город и выставляя по спорту видео. Да, ну, у Ильи у него прям политика, да, политика, он же ищет всегда похуже. Я не ищу похуже, я просто вот смотрю, наблюдаю за жизнью. Но вам нравится делать более позитивный контент или критические материалы? Нет, я вообще не пишу критических материалов, это вообще не мой стиль. Просто так, видимо, получается, что какой-то находится негатив. Я рассказываю, ну, о своём негативе, там, бывает, там, не повезло мне с городом. Но стараюсь всегда найти что-то хорошее. Критика — это не моё. Вы рассказывали то, что у вас есть семья, и при этом вы очень часто путешествуете, постоянно в разъездах. Расскажите, как вам получается это совмещать, и кем вы работаете, чтобы позволить себе путешествия? Я преподаватель университета, технического университета. Последний год у нас дистанционное обучение позволило мне больше путешествовать, потому что я могу работать в поездках. Ну, и любимый вопрос, наверное, про деньги. У всех всегда возникает вопрос, откуда деньги. Ну, деньги, конечно, мне даёт моя основная работа, но и последний год дзен тоже приносит доход. То есть я серьёзно окупаю свои поездки через канал. То есть на дзене всё-таки можно заработать? Да, можно заработать, да. Во всяком случае, я свои поездки почти полностью окупаю. Елена, большое спасибо за диалог, удачных поездок в будущем. А я напомню, сегодня в гостях у нас была Елена Антифеева, блогер и путешественник. Продолжение следует...